Девушки отдыхают 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 И чем дольше я играл, тем дальше на задний план отходили мои недовольства. Более того, они даже начинали рассматриваться мной же как придирки, мол, ну что, подумаешь, наши деды играли в Капитана Квадратика, а ты тут выпендриваешься, текстурки мы видели плохие. Ну и все в таком духе. А теперь следите за руками. Это важно, потому что касается не только вашего кошелька, а индустрии в целом. Вот ты сидишь, играешь и получив хорошие впечатления от разных аспектов, от музыки, от геймплея, от разных отдельных механик, коих в том же Fable полно, какое получится общее впечатление? Положительное, я бы даже сказал строго положительное. А во что мы сейчас играли? Fable Anniversary, значит впечатление от Fable Anniversary строго положительное. О чем ты и спешишь и повестить всех, где только сможешь. На Метакритике, в Стиме, на Ютубе, неважно где. А потом ты слышишь какого-то блогера, который, вы только подумайте, посмел ругать игру. Ему, значит, люди старались, делали, да играешь шикарно. А он еще и недоволен, да еще и придирается по мелочам. Дурак, наверное, лицо не моет. Узнали себя? Возможно, нет. Я же узнал целую армию людей, искренне любящих вселенную, или в нашем случае игру Fable. Но то ли в силу тугодумия, то ли в силу ослабевшего желания думать и анализировать, а не просто потреблять нежелающих, собственно говоря, думать и анализировать. Потому что мне норм, да. Вот это вот волшебное мне норм однажды погубит индустрию. Оно уже губит, но однажды угробит окончательно. Какую индустрию, спросите вы? Да любую индустрию. Потому что если относиться к играм, кино, иному творчеству не как к искусству, а как к продуктам потребления для нашего гедонизма, то любое говно, деградирующий со временем ум, примет как мне норм. Никакого ценза, никаких стандартов, все сгорит зимой холодной. А раз жрут баланду, зачем готовить что-то вкуснее баланды, если это и дольше, и затратнее, правда ведь? То-то же. Это касается всех игр. Посмотрите на отзывы на все эти ремастеры. Как мало людям нужно для счастья. Давайте теперь взглянем на ситуацию с Fable без приукрас. В какую игру ты сейчас сыграл? Фейбл Аниверсари? Да. А что она из себя представляет? Ремастер оригинальный в Fable. То есть компания не сделала новую игру, она просто частично переработала старую. И все эти элементы, что дарили и дарят нам счастье, они пришли оттуда из далекого 2004 года. Они были введены в 2014. То есть это не заслуга ремастера. Я даже больше скажу, некоторые элементы, напрямую связанные с атмосферой, ремастер умудрился сделать хуже, чем они были в оригинале. Однако, что это? Вы слышите гул в ушах? О, детишки, это варп-разлом. Сейчас оттуда повалят адепты кольта святого не ремейка. Не слышали о таком? Ну, а я вот слышал. Я с ним уже три года воюю, как истинный лоялист. Чё ты придираешься к Dark Souls ремастера? Всего лишь ремастера, а не ремейк. Чё ты придолбался к Skyrim, у Special Edition, они просто хотели заработать, а это же не ремейк. Чё ты гонишь на Mass Effect ремастера? Ты же замечательно играешь, всего лишь ремастера, а не ремейк. Чё ты такое несёшь про Фейбл Аниверс, лишь всего лишь ремастера, а не... Минуточку! Остановите поток мыслей. Я понимаю. Я правда понимаю, что в вашем сознании ремастер — это индульгенция от того, чтобы прикладывать усилия. Что это слово, как табличка цензуры, закрывает все недостатки и как бы говорит нам «А, так этот кусок дерьма — ремастер всего лишь, а не ремейк!» Блин, ну чё ж вы сразу не сказали? Давайте, несите, несите прям на лопате и побольше, а мы купим! Ведь купят же, да. А что если я скажу вам, что Фейбл Аниверсари — это именно ремейк? О, что за карамола, ты что, ремейков не видел? Взгляни на Demon's Souls! О, не переживайте. Как только появится возможность, взгляну. Однако давайте не будем верить мне и поверим мне по лживой всеведущей Википедии. А она глаголит вот че-то. Ремейк — это отдельная компьютерная игра, созданная на основе ранее созданной игры. Ремейк может как создаваться с нуля, так и использовать в наработке оригинала, но никогда не копирует оригинал полностью. Обычно ремейк имеет практически то же название и сюжет и геймплей, что и оригинальная игра, но при этом часто содержит более современную графику и звуковые эффекты, измененную внешность персонажей, интерфейс пользователя, дизайн и строение локаций. Сюжеты геймплея в определенных случаях также могут быть изменены и адаптированы согласно современным трендам и стандартам. Выражение «часто» и в определенных случаях как бы намекает, что все это может быть, а может и не быть. Да и потом, давайте будем честны, кто и когда делал игры по бумажке, чтобы тютелька в тютельку попадать под, к примеру, жанровые определения из Википедии, а? Так что не стоит утыкаться в каждую букву этого текста, но теперь мы можем все же смело опираться на эту конструкцию. С тем, что Аниверсари — это отдельная игра, созданная на основе старого фейбл, никто спорить не будет. То, что ремейк может создаваться с нуля, не обязует его это делать. Ну а то, что он не копирует оригинал полностью, это и ежу понятно, иначе это был бы ремастер. Но дальше интереснее. Содержит более современную графику и звуковые эффекты, измененную внешность персонажей, интерфейс пользователя. Ничего не напоминает? Думаю, нужно срочно повысить стоимость ремастера Mass Effect, ведь это не просто ремастер, это же полноценный ремейк. О да. Ну то есть, как видите, буква закона, скажем так, тут соблюдается совсем не строго. Так в чем же отличие ремастера от ремейка? Это все просто. Принято считать, что ремейк подразумевает новый движок. Даже если формально это переход с движка Моровинда на движок Скайрима, движки технически-то разные, хотя по факту, что то, что это одно и то же. Похоже во всех аспектах, как две капли воды. Но формально соблюдена, это будет тоже ремейк. Фейбл The Lost Chapter сбегал на собственном движке компании Linehead Studios. Они вообще это любили делать все по-своему. Возможно, это тоже сыграло положительную роль. А движком Фейбл Аниверсари является Unreal Engine 3. Модели, как минимум персонажей, переделали. Некоторые звуки переделали. И даже добавили зачем-то новых. Гамму зачем-то тоже поменяли. Кто-то, помнится, назвал эту игру полуремейком. Да нет, друг мой, это не полуремейк. Это самый настоящий ремейк. Я понимаю вашу запутанность в век, когда ремастеры игр содержат слово ремастера в названии, чтобы каждый мод сэра мог разобраться, где же ремастер, а где не ремастер, то действительно можно запутаться. Кстати, Фейбл Аниверсари его не содержит, что тоже, разумеется, говорит о том, что тогда такой моды еще не было. И больше ни о чем. Так что ругая Фейбл Аниверсари, я ругаю не какой-то там ленивый ремастер, коих сейчас много, что, заметь, прозвучало так, будто это их оправдывает. Мол, времена сейчас такие. Не нужно валить на времена, идите работать, бездельники. Нет, я опинаю именно полноценный ремейк. Впрочем, скажу честно, если бы это был ремастер, я бы точно так же его критиковал. Просто потому, что это очень кривая и несуразная, ленивая поделка, чинищая не сломанные и ломающие работающие ранее. Что она из себя представляет? Давайте взглянем еще раз. Полностью изменена визуальная составляющая. Механически вроде игра ощущается как старая, но кое-что было изменено. Да и вкупе с новой цветовой палитрой, текстурами и моделями игра воспринимается по-новому. Есть парочка геймплейных возможностей, которых не было ранее. Например, сохранение во время миссии. Правда, сохранение только чекпоинта. По факту, система та же, что и была, только ячеек для сохранения теперь больше. Плюс можно сохранять несколько разных героев. Это удобно. И я бы не сказал, что из-за этого ломаются какие-то механики. Я не считал конкретно это особенностью игры. Это скорее помеха, которая лично меня всегда бесила. И бесит до сих пор. И что же в итоге получилось? Безусловно, Фэбл Аниверсари нельзя назвать плохой игрой. Но это заслуга не ремастера оригинала. Такую игру не испортить даже ремастером. Хотя разработчики очень старались, правда. Сейчас объясню. Первое, что по идее должно бросаться в глаза, помимо нового меню и более удобного интерфейса, что уже несомненно плюс, это графика. Модели похорошели, текстуры тоже, ничего не скажешь. Во всяком случае, на контрасте с оригиналом выглядит и правда очень хорошо. На контрасте с оригиналом десятилетней давности. Тоже мне сравнил. Тут, безусловно, включаются вкусовые предпочтения. Кому-то были милее старые модельки и текстуры, а новые кажутся надругательством. Я из таких. Тут серьезную роль играет ностальгия. Так уж устроена наша голова. Была и будет. Но нужно признать, что игра особенно хорошая, а Фэбл без сомнений именно такая, она, как цельный продукт искусства, имеет себя таковой, какая она есть именно в совокупности своих свойств. То есть даже в своем несовершенстве в виде, скажем, текстурок с разрешением 512 и откровенного мыльца на них, она хороша. И замени хотя бы один такой элемент, магия рушится. Она не становится хуже, нет, она просто становится другой. Но тут фанатам вообще не угодишь. Я, хоть и поклонник именно старой версии, все же признаю, что новое выглядит красиво. Но только в тех аспектах, что я назвал. Текстурки, модели, частичный интерфейс. Потому что, как бы, ремастер, а уж тем более ремейк, мог бы этим и не ограничиваться. Вот когда тебе говорят, «Эх, мы же не за деньги радеем, а для вас, наших любимых игроков, стараемся». Что вы думаете? Думаете, ну, раз для нас, то, наверное, и работать будут не на отвали. Ну, то есть, не просто подтянут текстурки и модельки, которых не так, чтобы уж очень много было в оригинале, чтобы продавать нам ту же игру спустя 10 лет, да? Это при том, что никаких массовых проблем с запуском и работой оригинальной Fable 2004 года нет. Бери и играй. И аудиовизуально она не выглядит старой от слова «совсем». И как-то, знаете ли, хотелось бы, чтобы, если уж тебе и продавали ту же игру, то хотя бы завернули в более качественную обертку. А теперь, детишки, давайте потренируем наши конечности, да. Фанаты Fable, обращаюсь к вам. Мне фанаты тоже можете подыграть. Расскажите мне, что, какие технологические ограничения вас бесили в оригинальной игре? Ага, вот, вижу, тянутся руки. Что? Размер локаций? Да, точно, точно, 10 очков к Гриффиндору. Куда ж без этого? Да, вспоминая эти ламповые крохотные локации из Арксфаталис, демоники из тех же Которов, где планета умещалась в пару-тройку улиц, Fable обогнала их всех по скромности локаций. Они такие крохотные, что порой пересечь их можно секунд за 20. Некоторые уж так точно. Например, тот перекресток около гильдии героев. Оно и понятно, и компы тогда были слабее, и, что важнее, консоли, которые, скажем так, подолгу сидят на старом одеяле, который из-под них по 8 лет не вынешь и не заменишь на новое, да? Но за 10 лет мир изменился, технологии шагнули вперед, мы пережили конец света в 2012-м, помните, да? Илон Маск улетел на автомобиле в космос, вроде. Да что там Илон Маск? Вышла Sony PlayStation 4, которую Андрей Звездунов ждал аж с 2000-го года. Да, долго же парень ждал. И уже можно избавиться от этих долбанных подзагрузок каждые 10, 15 и 30 секунд. Правда же? Ну, правда-то правда, по уму, но разработчики поступили не по уму. Это же всего лишь ремейк, а не ремейк. Правда. Почти вся игра выполнена в стиле хай-тек, если кто-то не понял. То есть разработчики просто махнули рукой и сказали, а не хай-тек, все и остается. И оставили. Да, подзагрузки тоже остались. В итоге, в 2014-м году мы видим локации диагональю в 15 шагов. Я утрирую, но, знаете ли, я не сильно промазал. Помните, где вы бились с этим кальмаром, со своим первым гигантским шершнем, а пещеры хобов в лесу? Ага, как вам величина этих кишок? Не афонарели там от масштабности? Слушайте, я, может, слишком многого требую, что ли, не знаю. Вы поймите, мне неинтересно насмехаться над разработчиками просто ради насмешек. Я не пытаюсь таким образом привлечь внимание к ролику. Я на флагштоке вертел хайп, вы меня знаете. Я бы дико был бы рад, если бы все сделали по уму, но сделали все откровенно на отвали. Текстурки и модельки неплохи. Да, спасибо, 10 лет всего лишь прошло. Но вот ведь незадача, всего через год вышла никому не интересная такая скромненькая игра Ведьмак 3, которая и по текстурам, и по объему локаций дала просраться вообще всем. Я не говорю, что все игры должны быть такими же, особенно ремастеры. Но равняться нужно на лучших. А когда начинаешь говорить, что вот тут схалтурили, вот здесь схалтурили, обычно тебя возражают, что, мол, ну так все делают. Нет, не все, а некоторые. Другие некоторые, вон, систему Pay2Win добавляли даже в однопользовательские игры. И что теперь? Индульгенция нашлась, что ли? Хрену лысого, я буду ругать за это Fable Anniversary, за то, что она ленивая. Ленивый ремейк. Fable не буду, потому что ей простительно в 2004 году. Но, извините, даже на момент 2006 года уже можно было найти модели и текстуры с эффектами получше. Готика 3, Oblivion. Плохие примеры, согласен. Но можно. И аргумент, что зато тебе графику подтянули, чё ж ты недоволен, он не валиден. Потому что убери это за то, что останется-то. Пара геймплейных мелочей и реально полезных, типа, нескольких слотов сохранений для разных героев. Это, что ли, называется ремастером или тем более ремейком? Хотя в современных реалиях я бы и такому не удивился. Но это, знаете ли, крайности. Так что нет никакого зато. Взялся за гуш, полезай в кузов. Народная мудрость. Сам придумал. Ладно. О, снова вижу лес рук. Угу. Ну точно. По маленьким локациям ходят маленькие люди. В том смысле, что их мало. Опять же, я не требую Ведьмака, чтобы толпы сновали по улицам. Мне даже уровня Скайрима не надо. Я фанат Аркс Фаталис, где в последнем, извините за тавтологию, Бастионе... Просто Аркс Фаталис в латыни и есть последний Бастион. Получается, игра называется Последний Бастион, Последний Бастион. Вот так вот. В этом последнем Бастионе, Последнего Бастиона, фактически в столице погибшего королевства обитают аж с десяток человек. Однако разработчики Аниверсари все же могли бы добавить и побольше НПС. Впрочем, для Фейбл это очень слабая придирка, тут соглашусь. Точнее, просто придирка, потому как в этой игре каждый НПС живет в своем доме. То есть, добавил НПС, добавь и жил площадь. Или поселил в таверне, но таверна тоже не резиновая. И... А, собственно, что мешало? Ах да, это же было бы уже не ремастер и ремейк, скажете. Так это и есть ремейк. Это и есть ремейк, но очень-очень ленивый. Но то, что есть, тоже удобоваримо. А вот что неудобоваримо, так это стелс. Йо-хо-хо, попугая мне в ананас. Ребят, вы серьезно? Вы серьезно? В оригинале эта механика была из разряда. А давайте попробуем. Упс, говно получилось. Но пусть остается, мы же обещали им стелс. Времена полигонов прошли. Какого хрена в игре, не заточенной под стелс, есть миссия, в которой необходимо стелсить? Все миссии пробегались легко, а на этой я потерял несколько часов в свое время. И в этот раз минут 30. Проберись в лагерь разбойников, сука! Да я этот чистокол бы перелез за это время. Лучше порвать портки, чем так страдать. Я бы головой его пробил лучше. Почему эту механику не убрали? Или нет, ладно. Почему ее не починили? Почему вообще кто-то решил, что это играбельно? Тупая механика тупой механики. Впрочем, стелс, фойбол, это как секс с точки зрения женщины. Стоит немножко потерпеть боль ради массы удовольствия. Зря я, наверное, это сказал, да? Да. В общем, это терпимо, давайте так скажем. И следующий пункт, он тоже терпим, как бы. Но он является отличным молотком, разбивающим всю атмосферу. Ща объясню. Ща-ща. Где там футажи старой фейбол? Вот, посмотрите. Это она. Сказка. Яркая. Цветастая. Сказочная. Сказочная сказка. Что это за Тарксволь, сука? Какого хрена сделали с палитрой? Играя в фейбол-аниверсари, так и хочется воскликнуть, сука, когда же уже костер? Серьезно. Какому индивиду пришло в голову превратить яркую сказку в тусклый гримдарк для особо упоротых? Надеюсь, это не тот же, кто придумал стелс. Если это он же, то полагаю, это он теперь так весь мир вот таким вот видит. Это тебе плата за стелс. Ну то есть, серьезно, как можно было проколоться даже на этом? Я понимаю, переезд на новый движок меняет всю систему освещения, и свет здесь сделан хорошо. Лучи, киселяция. Но опять же, это не оправдание, это трудности. Они взялись за переделывание, они обязаны были воссоздать атмосферу той, первой сказки. А в итоге ощущение, что воссоздали они ее по памяти того, кто в игру играл еще на старте продаж в 2004 году, и потом лет 10 смотрел фильмы ужасов. Или ему так понравились Дарк Соулс, что он чересчур впечатлился, или он просто был фанатом Миядзаки, но перепутал Хаява с Хидетакой, и получилось вот это. Так, я исчерпал шутки про Дарк Соулс. Можно, конечно, и дальше кривляться, но суть, я думаю, вы поняли. Я вообще не понимаю, на кого рассчитан этот ремастер. Вы понимаете же, что Фейбл был прекрасен в первую очередь атмосферой, и эту атмосферу создавала не в последнюю очередь именно цветовая яркая палитра. Да, она нагоняла такую сказочность, иногда даже наивность, но игра такой задумывалась. Секс, убийство, предательство, все это происходило будто бы в мультяшном добром мире, и воспринималось как нечто необычное. А тут вся атмосфера идет по известному органу. По кларнету, конечно. И сказка превращается, скорее уж, в очередную пародию. Конечно, есть отличная от нуля вероятность, что некоторые сейчас смотрят и говорят, а че не так с палитрой, у меня норм. Ребят, мне норм не отражает объективное состояние вещей. Кому-то бить жену норм, дальше-то что. Цветовая палитра для дизайна и общего восприятия имеет серьезнейший вес, поэтому так обидно, что ее тут похерили. К большому счастью, это легко можно исправить, установив решейд. Собственно, в основном вы видите футажи с решейдом, потому что играть в такую темень, да еще и заблюренную, в 2014 году, я не смог. Легким движением руки ПК Бояр игра превращается в настоящий фейбл. Тот, каким он был ранее. Конечно, не идентично прям, но сильно приближено к тому, что было. К тому же есть вариации, какие-то может лучше, чем это. Только что делать консолы Боярам? Как им-то быть, а не как. Играть в еще один ремейк Dark Souls. При том, если темную палитру можно хотя бы понять, то какого хрена картинка замылена, как барышня в бане, я не пойму. Это что, симулятор близорукости, что ли? Ну, ёкарный бабай. Ну, что такое? Да кто так делает вообще? А знаете, что еще было бы неплохо приблизить к тому, что было раньше? Локализацию. А то, видите ли, как получается. Английская, ну это понятно. Немецкая, французская, да. Португальская, конечно. Русская, нет. Нет, нет. Русская нет. Зачем? Сколько тех русских? Ну, правда же. Справедливости ради, я не в курсе. Там только субтитры или еще и локализация есть на названных языках. Вообще, в такие моменты обычно любят прибегать сэры из далеких земель, которые расскажут всем, что не знать английский язык 3000, поставь две цифры, году это позор. Не знаю, по-моему, позор думать, что тебе все вокруг должны. Кому-то нравится оригинальная озвучка, но локализация на Великомогучем стала для нас чем-то вроде локализации Готики или Моровинда. То есть она добавила шарма игре, и без него эта игра уже не воспринимается вообще никак. Сейчас так вот театрально должен сказать, как можно жить без Курощупа, кстати, который в оригинале всего лишь навсего чикен. Как можно жить без «ЛАВКИ ЗАКРЫВАЮЦА»? Вот без вот этого всего. Короче, у нас тут своих проблем полон рот. Господин Перощуп, теперешний наш владелец, он как бы это выразится. В некотором роде жестокий самовлюбленный козел с адийскими наклонностями. Однако Аниверсари лишена локализацией. Имеется в виду русской локализации. Тут, возможно, уже не подсуетились сами софт-клабы, хотя им там работы на полчаса было. Скорее уж, софт-клабы вообще не имели отношения к этой игре, и та вышла именно в Стиме как есть. Я не знаю. Знаю только, что в принципе испорченные палитры и отсутствие локализации достаточно, чтобы не играть в переиздание и назвать его бездуховным. И это не будет тёбом, это не будет сарказмом. Это были два реальных столпа, на которых держится атмосфера, в том числе и ностальгическое чувство. Какое счастье, что глюперистские медведи сумели извлечь локализацию из оригинала и впиндюрить её в переиздание. Можно скачать русификатор, а можно сразу русифицированную версию со всеми DLC. Так или иначе, атмосфера спасена. Ну то есть как спасена? Озвучка всё та же, в паре вставок только отсутствует звук, и в одном месте на арене был английский язык. В целом всё хорошо. А вот что стало с текстом, непонятно. Если тексты оригинала совпадали с озвучкой, то тут всё перепутано в усмерть, потому что перевели походу заново. Читаешь ты такое описание заданий или название локаций? Дубовый долл? Глушвиль? Что? Это вообще где? Мне Волквейл вообще-то надо. Храм Эйва? Что? Эйвон? Вы о чём? Где Аво? Ну и вот да. И вот я понимаю, что Байор Стоун это именно такие Глушвиль, но, ребят, не обязательно переводить название. Вы что, успевак практику проходили? Что за сучковая просека вместо Ноутхолл Глейд? Что за дубовый долл вместо Оуквейла? Это особенно путает, когда ищешь нужную точку для телепортации. Но лучше уж так, чем Let Me Speak From Mine Hearts. Кстати, у переиздания есть DLC. Аж три штуки. Два платных и одно бесплатное. Если вы думали, что спустя 10 лет разработчики оригинала решили порадовать нас новой историей, пусть даже и за деньги, новыми приключениями постаревшего Курощупа, то вы явно живёте на какой-то другой планете, и мне у вас уже нравится. Не, за деньги они продают нам, конечно же, пак оружия и брони. Да, в обоих DLC. В стиме продаём мы моды, ла-ла-ла-ла-ла и ла-ла-ла-ла. Да? Для всего подряд, повсюду, в каждой ёбаной игре. Вот кто б знал, да, Алексей? Ну, эти хотя бы не любительские. Хотя, если от этого кому-то стало легче, то я вам даже завидую. Поймите, Fable это не Dark Souls, даже несмотря на переделанную палитру. Как бы они ни старались превратить игру в Dark Souls, это не она. Тут новые предметы не несут особой смысловой нагрузки, вот хоть ты тресни. Даже DLC с предметами к Dark Souls 2 его не несло, ибо ничего нового или важного для лора оно не привносило. Стоит ли говорить, что даже если вы фанат старенькой Fable, эти два платных DLC со скарбом в виде пиратских шляп, балалайк в качестве оружия не стоят своих денег. Такое, по-хорошему, бесплатно нужно раздавать. Но, как я понял, в 2014 году как раз-таки Lionhead терпела бедствие, и ей нужны были деньги. Надежды на аниверсари не оправдались, интересно почему, и в итоге в 2016 году студия прекратила свое существование. Что ж, спасибо ей за Fable, за Black & White, за The Movie, за некоторые другие необычные игры. Без сарказма, мне будет их очень не хватать. К счастью, распалась только студия, разработчики во главе с Питером Молиньей не поумирали, они живо-здоровы и где-нибудь себя допроявят. Кроме Сэра Питера, который после получения звания Сэра походу вознесся до Демона Принца и, как и полагается Демону Принцу, забил на внешний мир и угорает там у себя в варпе. А пока он угорает, мы тоже угораем. От бесплатных DLC. Да, намерение хорошее, дать инструмент игрокам, чтобы те могли делать моды. Чтобы потом их можно было продать. Но сам инструментарий откровенно говеный. Это даже не creation kit. И вообще, создается впечатление, что разработчикам сказали «Сделайте что-нибудь такое быстро, по-фасту!» И они сделали. Неудобное. Жуткое. Ну уж что сумели. За полчасика. Так еще и локализации нет. Ну то есть, английский и немецкие языки там есть. Лондон is the capital of my arms Deutschland, да? Не спешите радоваться. Инструкции тоже нет. Так что муцеры из дальних уголков Альбиона также нихрена не поймут в этом конструкторе. Ну то есть, он нафиг не нужен. Вообще. Это подтверждает, кстати, и полное отсутствие модов. К ней дико популярной спустя 17 лет, на секундочку, игре, но все же очень почитаемой и любимой, не сделали и двух десятков модов с приходом ремастера, которому уже целых 7 лет. За 7 лет не сделали ничего, не считая нескольких решейдов и попыток в эротику. Ах, да, я же не рассказал, что там с платным контентом. Ну, собственно, есть несколько оружий, типа постхобов, пары секир, палки с прибитасой, я сейчас не шучу, балалайки вроде и еще нескольких элементов. Вот кроме этого ничего нет. Стоят они не слабо, но финансовая система в игре осталась нетронутой, так что при наличии времени можно проворачивать старые махинации с перепродажей недвижимости или обносу лавок. Заработав на этом и поняв, что дальше будет так же, а заниматься этим всю игру нет никакого желания, я просто взломал септимы и был счастлив до конца игры. Так вот, оружие тут для мидгейма, потому что урон у него так себе. Уникальных свойств, кроме камней, внутри нет. А что самое обидное, нет никакого эндгеймного контента. То есть чем ты воюешь в последней трети игры? Либо меч из камня, либо дубинка из храма Эйвон. Шучу, из храма Ава, конечно. Но это для богатых. Она чуть сильнее, прям вот совсем чуть-чуть, чем светлый аналог меча веков, получаемый после прохождения основной кампании. Если вы тот меч веков выкинули, разумеется, если нет, то, собственно, меч веков лучшее решение. Альтернатив так и не прибавилось. Возможно, я плохо искал, но я-то знаю, что я носом прорыл весь Альбион. Ну почти. С броней та же история. Обсидиановые доспехи, вековечные доспехи, топ. Кроме них, что тут и зачем? Доспех осы. Вы будете в таком ходить? Серьезно? Платье и парик Леди Грей? Вы что из этих? Которые те. Броня миньона, которая делает тебя лысым. Броня Джека без маски. Броня громобоя. Виспер. Зачем все это? На некоторые смотреть больно, но в целом тут все упирается в защиту. Статы решают. И в итоге тут есть уберброня, и есть все остальное. И это вы должны купить за деньги, как бы. Отличное решение, сэр. И вот так во многом. То тут не докрутили, то там перекрутили. Вот все не слава богу. Например, интерфейс. Да, при запуске мы видим действительно интересную задумку. Показывает старый интерфейс, мол, старое мыло, фу. Но тут оказывается, что это лишь маленький элемент книги, мол, от как все было и как все стало. Сделано очень стильно и красиво. И ты такой думаешь, вау. Но чем дольше играешь, тем больше понимаешь, что вау быстро сдулось еще на старте. Количество ячеек для сохранения все равно ограничено тремя листами по 12 слотов. Это включая автосохранение и контрольную точку. То есть еще минус 2. Я люблю сохраняться перед каждым важным моментом. В играх вдруг захочется перепройти потом когда-нибудь. Тут эта возможность ограничена механически. В 2014 году, напомню. Во время миссии все еще нельзя сохраниться в моменте. Только контрольную точку можно сохранить, которая всегда в начале миссии. Зато завезли внутренние ачивки. И вот тут могу только похвалить игру. Внутренние ачивки это то, что очень хорошо гармонирует с фейбл. Правда. Ну и хватит о хорошем. Похвалил? Продолжаю ругать. Управление явно не для клавамыши. Оно будто стало тугим, что ли. Ощущается чуть-чуть. Вот прям самую малость, но иначе, чем в оригинале. Благо к этому быстро привыкаешь. Управление с геймпада мне показалось крайне неудобным. Учитывая, что мне буквально пришлось переучиваться играть на клавиатуре в аниверсаре, аргумент к привычке тут не подойдет. Кстати, обучаться заново мне мешал отвратительный новый интерфейс. Да, старый был так себе. Хотелось бы, чтобы в ремейке его сделали удобоваримым. Я ждал как минимум такой же разницы, как между оригинальным Skyrim и SkyUI, который удобнее раз в 50. В результате мы получили такой же точно неудобный интерфейс, только на весь экран с кучей вкладок и закладок. Нет возможности быстро добавить что-то на панели магии или в быстрый доступ. Нет возможности убрать что-то из этих панелей. Нет переноса мышкой, как это было раньше, так как это делается во всех современных играх. Как там что и где расфасовано, непонятно. Листается все очень-очень медленно, только по одному. Только на стрелке, либо колесиком мыши. По одному пункту, блин! В итоге, если у тебя инвентарь забит оружием, а нужное в конце, нет никакой возможности листануть сразу в конец. Никакой! К слову, в предпросмотре брони персонаж вращается, как и раньше, но ощущение, будто он это делает рывками, то бишь в кадрах так в 15, что очень-очень странно, и это бросается в глаза. В итоге всего интуитивность интерфейса на нуле. Он стал еще хуже, чем был. Серьезно, лучше бы оставили старый. Его реально угробили, и с этим уже ничего не сделаешь, в отличие от палитры или локализации. И это мешает всю игру. Не способствует расслаблению и отсутствии настройки чувствительности мыши, что остро необходимо на самом деле. Настройка самой мыши через смену DPI не помогает, так как получается, что в меню она становится сильно медленнее, чем надо. Заставки, те самые стильные фрески, никак не адаптированы. То есть они, как были из 2004 года, так и остались. И смотрится это крайне убого. Просто крайне убого. Они, честно, очень хреново по качеству графики смотрелись даже на фоне оригинальной игры, но там были слабосильные консоли по нынешним меркам. Прошло 10 лет, и что мы имеем? Мы имеем то, что имеют теперь нас. За наши же деньги и по полной. Зачем-то добавили звуковое сопровождение некоторым моментом, вроде приближения и отдаления камеры. Зачем-то поменяли некоторые звуки, сделав их более резкими и более странными. Например, при первом уровне щит звучит как щит, как старый щит, а на последующих звук меняется на совсем иной и явно неуместный. И еще у меня вот тут в заметке было сказано, что добавлен режим хардкора. Верите, нет? В упор не помню там такого режима. Скорее всего, его вначале предлагали выбрать, но я не помню, что я выбрал. И теперь вот подозреваю, что именно его и выбрал. Если так, это многое объясняет. А если нет, ну, просто во время игры я неоднократно ловил себя на мысль, что играть стало сильно сложнее. Враги больнее бьют, неохотнее умирают, опыт идет в сильно меньших количествах, финт ушами с арены больше не прокатывает. Раньше при множителе, допустим, 50, ты получал чуть ли не 50 тысяч опыта от выпитого вековечного зелья, если я ничего не путаю. Точно помню, что после арены там такая гора опыта, что можно прокачать вообще все. А теперь же множители урезали будто бы в 10 раз. Ты получаешь 5000 опыта. 5000 это ни о чем. Ну и в целом, да, сложность ощущается. Если я играл на харде, тогда претензий нет. Если на обычном уровне сложности, на классическом, тогда что это вообще за переработка такая? Ну, тут даже не знаю, что сказать. В принципе, поток претензий сяк. Можно еще пожаловаться, что никак не переработан алгоритм поведения врага, которые на тех же болотах, как бежали напрямую к торговцам, наплевав на тебя, так и бегут. А еще можно посетовать на идиотские тайминги. Взять ту же рыбалку, пока ты закинешь удочку и можно будет начать тянуть, пройдет секунд пять. Пока персонаж скажет «Юху!» Еще три. Или пока копнет землю, это ж полноценные секунды четыре. Сейчас игры повсеместно стараются экономить время игрока, жизнь ускоряется, и частично в этом беда старых игр, должен признать. Тут же подобным заморачиваться не стали, и драгоценные мгновения все еще повисают в воздухе. Спасибо хоть за ставки можно пропускать. Вот и все. Но заканчивать на плохой ноте не хочется, поэтому вот вам хорошее нововведение. Красивая полуинтерактивная карта загрузки с анимированными тварями на ней. Ну и еще иногда включается дождь на пару минут. Внезапно. И так же внезапно выключается. Зачем он нужен, не знаю. Ну, неплохо, правда. Что можно сказать по итогу? Несмотря на надругательство, фейбл остается фейбл. Можно ли получить удовольствие, играя в переиздание? Конечно, можно. Даже не сомневайтесь. Однако тогда опять встает вопрос, а зачем оно нужно было? И отмахаться неактуальностью не выйдет. Какая разница, что это было семь лет назад? Что, в четырнадцатом году это был хороший ремейк? Нет. Как и ремастер того же Dark Souls в восемнадцатом году точно так же не был хорошим. Это откровенная халтура. И мне правда жаль, Lionhead. Я понимаю, заниматься творчеством и при этом не тонуть в долгах, задача по плечу не каждой компании. Однако фейбл анниверсари стала их последней игрой, и я сильно сомневаюсь, что они хотели уйти со сцены именно так. Таким вот провалом. А это именно провал. Все фанфары игре помножьте на ноль. Не она это заслужила, а ее предшественница. Культовая игра Fable The Lost Chapters. Ведь именно ее, а не Fable 2 и не Fable 3 в итоге переиздали, что о многом говорит. Раньше бы я сказал что-то вроде «Ну, надеюсь, что таких случаев ленивых халтурных переизданий станет меньше». Ну а теперь я поумнел и ясно вижу «Нет, не станет». Потому что покупает же. Поэтому я хочу вас призвать к осознанности. Это вообще полезное, знаете ли, свойство. Не нужно стесняться, что тебе нравится откровенно плохая игра. Это нормально. Играйте в свое удовольствие хоть в нашу Машу. И никого не слушайте. Но найдите в себе силу осознать, что то, во что вы, возможно, играете, что, возможно, в какой-то степени даже любите, это откровенная халтура и хрень, недостойная вашего покровительства. Приуныли? Напрасно. Я все придумал, детишки. Да, от начала до конца. Просто придрался ради хайпа. А знаете, почему я так гнал на игру? Потому что я женился, привел жену в дом в Оуквейле еще в середине игры. А она так ни разу мне до самого конца игры не дала. Вот я и расстроился. И решил отыграться на Fable Anniversary. Безусловно, великолепном ремей... Кхм. Ремастере, конечно. Всего вам доброго. И помните... Палкой! Субтитры создавал DimaTorzok